Ну, это какой-то общий такой вопрос, когда мы говорим, такая общая публика, общее гостеприимство. Но вчера прошел концерт, вот ваше мнение? Ну, в этом смысле публика всегда права. Поэтому, если что-то не так, значит, мы виноваты. А конкретные отдельные люди, они встречают нас из-за потрясающих, кормят пельменями. Вот. А мы, в свою очередь, стараемся, поем. А у вас в Екатеринбурге есть уже из великих друзей, может быть? Близкие люди есть? Ну, чаще всего это неизвестные фамилии. Понятно. Хотел бы вот такой вопрос задать. Насколько мне известно, вы выступаете в основном сольно, под гитару, а, насколько я понял, у вас новая программа, и вы под аккомпанемент выступаете сейчас? Вот, вчера, по крайней мере. Это вот так очень все. Мы всегда выступаем под аккомпанемент. И обычно у нас Леонид Марголин и Родион Марченко играют на бас-гитаре, а Леонид Марголин играет на всем. И на баяне, на рояле, на гитаре, и еще на чем попросят. Но в этот раз Леонид Марголина нет, к сожалению, он заболел. И Родиону Марченко пришлось вспомнить, что он закончил консерваторию по классу гитары и все это собирать. Но, кроме этого, у нас еще в концерте принимает участие молодой такой певец, Витольф Петровский. Мы его пригласили для того, чтобы... Сейчас мы записываем альбом на стихи Александра Сергеевича Пушкина. И музыку нам написал Давид Федорович Тухманов. И там есть очень красивые песни, которые надо красиво спеть. Какие-то мы поем хором, а еще Вениамин Смехов и Марина Исипенко, артистка театра Вахтангова, они читают стихи в этом альбоме. И вот буквально 23 марта у нас будет в киноклубе «Альдар» презентация этого диска, потом в Питере, потом будет в Михайловском. И тут как раз оказалось, что еще и 210 лет Александру Сергеевичу исполняется. Мы просто так долго записывали, 3 года, этот альбом, что успели как раз вот... Олег Григорьевич, вот многие его знают, ну просто как бы это уже бренд Олег Митяев, это вот бардовские песни. А вот хотелось бы немного отвлечься от вашей эстрадной деятельности. И вот недавно с ним узнал о том, что у вас очень необычное хобби. Вот расскажете о нем. А какое вы имеете ввиду? Виталия Ножей? О, нет, ну, видите, дело в том, что помимо метания ножей, есть еще всякие замечательные мероприятия, например, в Челябинске. Это премия «Светлое прошлое», когда мы приглашаем наших великих земляков и вот устраиваем такие встречи. Например, приехал Юрий Гальцев, а к нему приехали на встречу преподаватели и родственники из деревни Ключики. И это было очень радостно. И он, естественно, весь раскрывался во всей красе. А кроме него, это и Глеб Панфилов, и, скажем, Христенко, и Починок, с одной стороны, и Анатолий Карпов, и Сергей Макаров, и Лидия Скобликова, и космонавт-феоктистов, и Белл, замысликов, пороховщиков. То есть это наши великие земляки. И даже Эрнст Неизвестный сделал нам такую статуэтку одного из своих кентавров, которую мы вручаем. И ее отливают в Златоусте. И он очень с большим удовольствием это сделал, потому что и его бабушка, и дедушка жили в Челябинской области. Но сам-то он уже свердловский. И мы сейчас думаем о том, чтобы сделать эту премию такую региональную, уральскую. И в Екатеринбурге тоже много великих земляков. Поэтому я думаю, что может быть это расширится. Что касается метания ножей, ну, редко мне выдается. В последний раз я метал в армии. Ну, а сейчас, когда выпью, так перед гостями, показательное выступление. Ну, и получается как-то. Сноровку-то не потеряли? Ну, я не знаю даже. Я так не стремлюсь стать чемпионом мира по метанию ножей. Просто в армии это пригождалось выигрывать масло за завтраком. А так. Если бы не трудно, могли бы показать, как его правильно все-таки держать? Оказалось, что я занимался этим абсолютно спонтанно, насмотревшись ковбойских фильмов. И когда я метал, у меня все время указательный палец вот здесь был разрезан. Во-первых, потому что ножи все заточены. Это кухонные ножи, я их заточивал, да? Вот. А во-вторых, я его держал неправильно. Мне казалось, что так гораздо, когда ты так держишь, то более сильно получается. Оказалось, что надо было его держать вот за нережущую кромку. И в общем-то вот спортивные соревнования, они проводятся именно такими ножами. И они определенной формы и проводятся. Но, к сожалению, я или к счастью, никогда не принимал участие в таких соревнованиях. Но ножей таких у меня довольно много. Довольно много это сколько? Десятки? Ну, штук 30-40. И последний вопрос. Олег Григорьевич, скажите, вы у нас артист, страда. Просто не знаю, были ли у вас еще куда-то мысли возникали, сняться в кино, например. Вот вы сейчас сказали артисты, страды. Перед этим вы сказали бардовская песня. И на самом деле у меня нет необходимости как-то определяться с жанром. И сегодня отнесут туда, завтра. Я так всегда смотрю, куда понесут сегодня. А кино, это как-то вот я поначалу пытался везде попробовать, а сейчас понял, что мне это неинтересно. Если только кто-нибудь из моих великих соседей, такие как Эльдар Рязанов или... Тогда, кстати, в одном доме живете, да? Да, Петр Ефимович Тодоровский. Нет, мы живем в разных домах, но эти дома недалеко друг от друга. Вот. Ну и, скажем, есть еще несколько режиссеров, у которых я бы с удовольствием снялся, просто понимая, что они мне очень близки. Например, вот у нас такие взаимно приятные отношения с Сергеем Урсуликом. И если у нас когда-то получилось бы что-нибудь совместное, какая-то работа, я был бы очень рад. Спасибо большое вам. Погладишь Продолжение следует...